всем доброе утро ребятки мы думали сегодня подольше поспать выходной день а нет не получилось с папочкой вдвоем вышли соню потому что она нам квартире там наделала ночью короче у нее расстройство так и продолжается на кабре и утром баба встал в туалет и в говно естественно знаешь если есть где-то куча надо в нее обязательно наступить головой холодно утром лена тоже проснулась а потому что ей музыкалку несмотря на то что сегодня суббота не видно 10 20 быть музыкальной школе короче вот так у нас день сегодня начался иди гуляй соня идеи боится далеко отходить потому что папа накричал она обидчивая очень она помнит очень долго да когда мы не накричишь а все люди такие тоже до обидчивы я долго отхожу садимся мы завтракать у всех по бутерброду с колбаской и сыром и чаек и лена даже чай будет с нами сегодня пить так а сколько время лена сейчас я гляну пол девятого 8 23 а тебе выходите а ну тебя еще час есть короче я нормально а чё папа тебе ложку не дала себе ждал сейчас ложечку тебе дам и себе тоже ну а ты ж помнишь то есть со вчерашнего дня хотела показать уже ну давай показывай знаешь я вчера весь вечер делала обложки на тетрадки в школе и не в школе первое это не в школу это я там рисую а чё написано ордбук это так она называется ооо какая девочка вот такую ты стрижку хочешь я не знаю это удлиняю или нет ну давай еще показать так потом природа это ты прям сама красками делала да блин а вам разрешаю школу такое если нам обычная ножки ну да давай котики котики как же без котиков ой это кто медведь это пандочка панда это по литературе классно потом украинская литература это тоже панда нет нет просто мишка просто мишка просто мишка ладно белый медведь давай не ну чё прикольно дом по английскому ой это вообще классно потом это по этике это кто это соня ожиревшая это зайчик вообще-то ой серьезно а че он такой толстенький ну видишь он кушал ничего себе зайчик классный такой хочется его за щечки потискать зайчика такого да все да нет еще по математике о звезды классно музыкальное искусство это сыр да да а что это за черные двадцатки вот это глаза че сыра сыра понятно все ясно 11 только вчера успела сделать еще плюс основы с новой здоровья тоже кисти глаза мне нравится вот такие вот но и еще они хотя и похоже на это такая бледная по ярче хорошо молодец умничка это все я успела за вчерашний день за вчерашний вечер умничка но ты легла поздно ну все бери давай кушай бутербродик все леночка уходит музыкалку нажимай кнопку холодно все леночка давай удачи пока 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 короче ребятки хочу выйти на улицу пройтись по магазинам кое-что подкупить так ничего особо покупать не надо ну может чего-нибудь я просто так ходить не могу без без цели мне обязательно что потратить что-то купить вот леночка музыкалки сергея дома нет сижу одна поубирала короче посуду помыла стирку с балкона положила по местам сейчас в виду сонечку и пойду пройдусь прогуляюсь там солнышко светит на улице так хорошо ходила ребятки по магазинам кое-что накупила там интересного никого и вкусненького лени мандаринки купила далее кому интересно наши покупочки сегодняшние предыдущие видео можете посмотреть уже на канале есть покупками вкусный супчик и колбаску и огуречки бери я тоже хочу обедать но не знаю суп буду ли нет я купила там кильки хочу на на кильки поесть не знаю с хлебушком и ласа тут пришла ласа ждет у нее рыбка размораживается будет тоже кушать танцы танцы о наверное потому что я сразу в голове ты нету песни слушаешь я вообще ничего не слышал понятно ясненько ну кушай поставила куриное филе творится хочу себе какой-то салатик сделать с курочкой добавлю перца горошком это для запаха и лаврушечку тоже лаврушечку вот так прям закипит посолю и сварю и еще надо яйца поставить так а с ужином еще не решила думать что на ужин уже в голову ничего не идет что готовить а я сажусь обедать сама пообеду леночка уже покушал сергея дома нет а я что-то есть хочу пока ходила по магазинам проголодалась вот такой у меня обед крутяцкий для меня просто хлеб и килька это просто малосольная а это хамса сухого посола ой это такое блаженство это просто кайф папочка еще сходил магазин соню вывел и магазин сходил майонез закупил большую упакованчик как раз на салатик буду заниматься ужином леночка пошла на улицу короче варится яйца на салат сегодня хочу сделать очень вкусный салат с курицей и солеными огурчиками что-то прям так захотелось захотелось вот а на ужин сала тоже на ужин вот хочу еще приготовить у меня есть размороженная курочка буквально три кусочка больше на ужин по одному кусочке вот такая вот чак тут получается такая косточка идет короче такие вот на сковородке не хочу сильно жирно получается на сковородке хочу в духовке мне прям есть маленький протвенечек на маленьком я запеку да и все так поставил ноутбук потому что хочу под и не успеваю ребятки отвечать последнее время на в комментарии только к вечеру вот и так много времени занимает комментарии стало больше и так как у меня огромная просто нехватка времени чтоб этим не заниматься возможности я конечно буду отвечать но просто с запозданием поэтому будут выходить такие видео чтобы я могла и готовить отвечать на комментарии сейчас я пакет постелю мусорный вот сейчас я открою вкладку с комментариями вот так мне придется иногда конечно задом поворачиваться мышка я не могу без мышки я без мышки как без рук мне нужна моя мышь моя мышь так сейчас я открою комментарий посмотрим но от самых свежих начну да лена лена кричу я сразу прошу прощения если я не правильно читаю фамилии или вот эти вот никнеймы потому что некоторые не некоторые многие на английском я могу не так прочитать так сейчас ребятки я достану все что нужно соль у меня насыпать значит леночка кричун пишет если финансы позволяют то можно раз в месяц или чаще ходить с семьей в кино парк на мороженка это как вариант я помню еще с детства любила с мамой вдвоем погулять и это полезно для взаимоотношений можно устраивать периодически день мама дочка леночка это вообще очень классный совет насчет вот этих вот я кстати признаюсь честно очень мало так под следом и будем гуляем эта проблема есть все как-то упирается во время хотя конечно это наверное все у меня хоть камера включена включена а то я бываю что-то рассказываю и камеру не включу конечно все это отмазки надо выделять хотя на самом деле даже полчасика пойти вот перед сном просто с ребенком прогуляться ну не так уж много времени на это надо короче поэтому конечно надо стараться большое спасибо вообще всем за советы девчонки так и если финансы позволяет можно раз в месяц или чаще ходить семье в кинопарк на мороженка да можно у нас кинотеатров у нас нет у нас есть эти 3d вот эти вот 3d или 5d кинотеатры вот эти вот насчет этого да мы очень мало ходим очень мало гуляем так что нам надо конечно да и мне не так скучно будет засиделась дома так сейчас буду дальше читать комментарии добавлю буду которым я сегодня приправу взяла вот этого для курицы цвет аромат фирма прям так называются стопроцентный продукт натуральный без консервантов без красителей без глутамата попробую так вот неплохо она пахнет такая интересная ну вот ее и добавлю такая крупненькая какая-то хорош так ребятки читаю следующий комментарий тоже лена гречу юленька не забывайте мыть фрукты перед тем как их съесть даже не знаете кто и какими руками и до вас трогал это к видео которое сегодня выложила за эту покупка продукта да я там развернула мандаринку и начала ее кушать вообще на самом деле спасибо за замечание такой за совет самом деле это правильно мало того даже кто что неизвестно кто трогает руками так еще на самом деле все фрукты которые к нам везут везутся они издалека они обрабатываются весь виноград все апельсины мандарины бананы лимоны все вот это вот что привозное оно все обрабатывается химическими составами специальными чтобы фрукты не портились не гнили и яблоки те же импортные ну то есть все поэтому нужно мыть мне сергей вообще мой себе все с мылом ну я так конечно под водой мою там яблоки все а мандарины кстати да мандарины от сергей моет он в жизни не съест он даже если там апельсина разрезанная апельсинка лежит да ну просто порезанная дольками не важно как вот он спросит мыли если не мыли он не будет ее есть либо пойдет там что-то подраить вот он не не ест не мыт а я кстати да мандарины как-то я вот не мою почему-то хотя почему апельсины мою мандарины нет ну на самом деле все правильно надо быть так курочку замариновала соевого соуса у меня нет хотя вот смотрю я тоже пересматриваю многие каналы там как готовят хозяюшки да и все пользуются этим соевым соусом мне тоже он нравится но я не знаю какой покупать вот мы когда-то когда-то просто еще по-моему весной или зимой не помню последний раз мы взяли соевый соус и как сейчас помню фирма торчин хотя эта фирма неплохая и нам попалась какая-то фуфил какой-то полный не знаем его выкинули вонял я уже не помню чем ну короче не знаю это какой-то не настоящий соус соевый и по возможности напишите каким именно какой маркой соуса соевого пользуетесь вы потому что я себе тоже хочу но как-то вот не могу найти который вот классный чтобы так все я поставлю в холодильник пускай хотя бы пол часика она постоит чеснок не буду добавлять на лена не сильно чеснок кушает вот а в гарнир у меня есть гречка мы с Леной гречку покушаем а Сергею я сварю немножко пюре сейчас с камеры у меня вышел небольшой казус она отключилась потому что села батарея я не видела я дальше разговариваю разговариваю короче решила я хочу еще в курицу знаете что добавить майонез немного майонеза потому что короче хочу запечь не просто на противне ну на противне в рукаве и майонеза добавлю чтобы образовалась такая типа как подливка как сок не знаю чтобы полить потом пюрешку немножко гречку чтобы не сухо было так немножко майонезика потому что когда просто жарится то как бы ну весь жир да выпаривается все соки когда в рукаве то оно такая есть короче юшечка чтобы полить прямо так вот хорошенько все усил так включено включено господи так так не хочу руки пачкать майонезе помешаю вот так вот ложечка так ребятки читаю дальше комментарии так картошку можно процедить через сито это к моему видео с рецептом горячие бутерброды с картошкой кто не видел такие прикольные бутербродики с картошкой натертой картошка натирается на мелкой терке а потом намазывается на хлебчик и жарится вот этой стороной на которой картошка такой бюджет на это знаете прям совсем совсем когда ничего нет холодильнике и что-то хочется с чайком попить такие интересные получается бутербродики такие бюджетные да вот и после натирания картошки советует картошку процедить через сито но ребятки я там не процеживаю я там просто руками отжимаю там на видео есть я отжимаю руками просто сок если не ошибаюсь потому что конечно картошку на 3 выделяется сок и он как бы не нужен это просто руками можно через сито ну как кому нравится так все пускай стоит маринуется ой ой вот для этого нужен фартушок на кухне сейчас поставлю в холодильник ребятки еще знаете что напишите мне пожалуйста в комментариях нравится вам видео такого формата когда я что-то допустим готовлю что-то делаю и что-то рассказываю либо вот как вот сегодня буду отвечать на комментарии вот так вот насчет прямых эфиров я скажу пока что что не готова к прямым эфиром потому что ну элементарно мне страшно ссыкотно мало ли кто что напишет надо же такое дело я очень на самом деле ранимый впечатлительный человек и очень долго отхожу если кто-то что-то вот это ну я говорю как есть но я такая я потом долго морочусь поэтому не дай бог кто-то конечно если там прямой эфир я уже все себе думала конечно фантазировала как это будет прямые эфиры нужны я согласна потому что вот многие блоги рассмотрю кто прямые эфиры ведет мне нравится смотреть когда когда все реально реальное видео ты реально может задать вопросы в реальном времени на него ответит это классно но я пока что короче иду к этому не знаю когда я приду ну а пока что напишите просто нравится ли вам такого формата видео когда я что-то делаю что-то рассказываю и вот как сегодня отвечаю на комментарии чтоб я хотя бы знала что может быть вам не нравится я зря время трачено так ребятки читаю дальше комментарии аленка ванина сегодня не получилось купить такую колбасу в следующий раз не пройду мимо возьму кусочек ну попробуйте да может быть вам тоже понравится я же говорю хотя она дешевая но вообще в этом магазине я уже говорил когда магазин называется у нас вывеска на этом колбасном я говорю за колбасный магазин на этом колбасном магазине написано сви жена прям такая большими буквами сви жена по моему так во многих городах тоже есть этот магазин вот так у нас появилось очень много там видов какой-то новой колбаски новые виды и вот это одни вот из новых очень низкие цены и люди берут большая очередь за ними стоит вот и мы попробовали и просто выбрали более дорогой но мы хотя бы докторскую такую варенку мы сильно дорогой не берем там есть конечно и по 200 по 160 по 180 значит пробовала я мы брали по 130 гривен варенку и вот это я не знаю может быть я не сильно такой гурма что прям так разбираюсь сильная разница мы просто не заметили поэтому как бы я не знаю может быть там конечно разные разные приготовления как сейчас говорят да это вот есть какой-то там курятина механической обвалки или что может быть здесь скроется конечно тайна и в цене такая разница но не знаю пока что потому что мы пока что в таком мини режиме экономии наверное как многие семьи на украине поэтому так я поставлю рядом картошку буду чистить ничего поэтому приходится как бы экономить на чем-то хотя знаете у многих разное мнение что говорят на еде не надо экономить кто-то на одежде не экономит это дело каждой семьи и писать упрекать ребятки не надо потому что каждый живут в силу своих возможностей в силу своих каких-то требований принципов и так далее мы живем так нас вполне устраивает вот так что я говорю попробуйте колбаску может быть и вам понравится знаете как говорят на вкус и цвет товарищей нет так сейчас прочитаю еще комментарий что-то у нас так ну какие-то такие камеры я только читаю комментарии вопросы хорошо потому что это пожелание это такое да ребятки лен канал линочка и покупки так 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 с покупками сегодня затарилась под самое понятно по что смотрит наш ролик это понимали ночка затарилась наверное тоже продуктами зайти на канал ленчик тебе огромный привет от нашей небольшой семьи хотя нашу семью не совсем можно назвать небольшой если учесть сколько у нас животных сколько кошек сколько собак всех кто у нас семья получается большая огромный передаем тебе привет и зайду на канал посмотрю просто пока что не хватает времени видишь вот готовлю убираю и так далее вот поэтому надо зайти поглядеть вообще вот мы вот эти вот такая да не знаю как назвать кучка людей но нас надеюсь не обидитесь там кучка людей не знаю у меня идет словесные какие слова в голове нашла то я говорю мы любители смотреть и подсматривать но это так и есть то есть мне там пишут ой юль там посмотрела ты это купила и я пошла купила также и я да девчонки то есть посмотрела канал веночки покупки он там она купила то то я тоже иду в магазине иду за этим покупать это ну это такая заразная какая-то фигня на самом деле ну очень интересно и очень полезно потому что действительно некоторые товары ты уже знаешь отзывы знаешь какой по качеству товар и покупаешь и как бы не ошибаешься потому что человек нам посоветовал мне очень очень нравится это так что ленчик зайду обязательно к тебе сегодня на канал погляжу так амира исмаилова лучшая подруга это муж ну есть такое я вчерашнем ролике говорила что дома сижу никуда не хожу подруг нет вот и то что написали что муж лучшая подруга на самом деле это да но мне с этим повезло потому что мы с сергеем можем разговаривать в принципе часами и днями не замолкая вообще на самом деле ребятки не такая разговорчивая как на видео я смотрю свои видео но я когда монтирую на слушаю ну блин балаболка какая-то потому что вот так вот на меня со стороны имеется у меня так в городе увидеть то это какая-то совсем другая какая-то молчаливая стеснительная не знаю вот так вот если кто-то меня на улице встретит там и скажет о юля там это канал артист но если кто-то например узнает да мне кажется я с ума сойду покраснею и так далее а тут на видео и такая разговорчивая ну как-то уже кстати привыкла поначалу было не так сейчас уже привыкла разговаривать сама с собой вроде как с вами разговаривать на самом деле я сейчас одна на кухне и стоит камера и разговариваю как базарная баба с камерой вот так что очень классно когда с мужем есть взаимопонимание и есть темы для разговора то есть совпадают какие-то предпочтения и всегда есть о чем поговорить это очень классно а что я могу картошки очищу если не только сергея пюре правильно достаточно хватит так наталья кракошинская приветик юлечка а в тренажерку уже не ходишь кто-то тоже сегодня задавал мне такой вопрос сейчас не найду я комментарии уже убежала эта строчка далеко хожу ли я тренажерку уже отвечала там в комментарии нет наташи наташенька не хожу потому что то как я это получается я вообще отходила сколько три недели так счастлива была блин и все бросила так обидно а потому что меня тогда подкосила эта болезнь когда я заболела вот это вот гриппы гайморит у меня был за кашель долго меня если честно кашель до сих пор то есть у меня еще не прошло у меня это долго остаточное мне бывает по два месяца вот подкосила меня эта болезнь потом как-то одно второе завертелась потом с этим зубом я сколько неделю промучилась и короче не хожу ну в принципе я не хожу не только по этой причине а ну вот как то мы ходили с сестрой ходили в 9 утра но мне в 9 утра неудобно потому что на самом деле я ложусь спать в 3 часа ночи ребятки стою в 6.30 я лену провожаю школу и еще ложусь немножко поспать на пару часов потому что иначе я вымытаюсь окончательно вот а не ложиться после летного ухода спать и идти в тренажерку то есть я вообще я как не знаю выжатый какой-то лимон становлюсь мне очень тяжело просто нужно возвращаться конечно к тренировкам но поменять график ходить не в 9 утра так сейчас подождите я достану кастрюлю найду потому что я убиралась но у меня уже маленький бардачок кастрюля в кастрюле просто поменять время ходить допустим часов одиннадцать хотя бы надо надо это меня лень взяла вверх надо мной надо возвращаться к этому потому что я так радовалась до этого у меня болела все спина шея ноги какая-то ломота в ногах у меня по ночам судорога хватало потому что я много сижу за компьютером то есть сидячий такой образ жизни вот а когда стала ходить в тренажерку мне все это прошло а сейчас вот опять начинает вчера ходили пройти с Сергеем с Сонечкой гуляли все я пол дороги прошла и уже чувствую тяжесть в ногах мне тяжело ну что ж возраст уже мы стареем не молодеем все болит короче надо заниматься собой так читаю дальше Андрей Иванченко а можно Ленин телефон Ленин номер телефона Андрей это наши знакомые это ребята с которыми наши подписчики с которыми мы познакомились в Очакове встречались вернее в Очакове когда ездили на море очень классные люди у них сын Андрюша Андрей и они так с Леной хорошо подружились и видно у Андрея как я понимаю он тоже 10 лет по моему Андрей тебе если не ошибаюсь как Лени и видно у тебя появился интернет что ты раньше не писал вот номер телефона я дам чуть попозже потому что не я в принципе могу написать но если ты смотришь это видео просто сейчас ты не сможешь позвонить так как Лена забыла в музыкальной школе свой телефон и он лежит у учительницы дома сегодня она не пошла его забирать я так думаю что в понедельник заберет поэтому сможешь позвонить с понедельника ей но лучше звонить Лене вечером после 6 часов даже после 7 звони не бойся это не позднее для нас время потому что раньше ну нельзя как бы она в школе но и ты тоже в школе а потом она в музыкальной школе на трубку брать не будет то есть вечером ну хотя бы после 6 часов так сейчас поставлю картошку пускай кипит ой эту картошку уже убрать а где то Сонечка что ли одна совсем так ну посуду я сейчас мыть не буду наверное чтобы не журчать так ребятки не совсем удобно да что как то там ноутбук или ничего так ой что у меня на голове там поехали дальше Леночка и покупки все вкусно интригантка жду рецепт бутербродов ты не одна как не на базар так на рынок Соньке разово можете дать энтеразгель прочитай про него в ветеринарии да надо что то с Сонькой думать ну сегодня Сергей с ней гулял надо спросить что там как она сходила в туалет потому что у нее получается расстройство уже ну третьи сутки пошли трое суток это ненормально что ж у нее такое я не знаю что с ним делать поэтому почитаю Ленчик про энтеразгель и кто то еще советовал мне этот белый уголь тоже надо почитать я думала само собой пройдет но нифига не проходит так что надо собачку лечить дальше так да 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 веточка сакуры откуда столько негатива и кольцо снять и перчатки и лопатка люди неужели нельзя просто добрым словом поблагодарить хозяйке канала удача терпения если вам плюют в спину значит вы впереди хорошее высказывание подписалась жду новых видео это к моему видео рецепт салат мимоза да да там там действительно очень много написали негативных комментариев потому что ну опять я же говорю салат потому что я там делаю руками а не в перчатках потому что у меня на руках кольца их не должно быть потому что я там ложкой стучу по сковородке так нельзя антипригарное покрытие а ну не в этом ложке по сковородке но это тоже к тому же вот обычно пишут такие комментарии такие умники которые вот честно хотела бы посмотреть как они дома прям в перчатках все это готовят и не знаю поэтому спасибо за поддержку и я тоже так считаю что это бред пол следующий комментарий доброе утро я тоже как и вы дома сижу тоже в магазин и на рынок обратно и домой домашние дела как всегда одно и то же с радостью смотрю ваши дни хотелось еще сказать попробуйте яблочки через терку просто еще вкуснее и нежнее я просто так же готовлю как и вы только яблоки через терочку да тоже можно кстати через терку тоже хороший вариант ну мы как-то привыкли вот и мне и Лене нравится когда вот яблочки я специально так крупно режу когда кусаешь и попадается оно такое хрустящее остается полу хрустящее яблочко и когда кусаешь и чувствуешь что там внутри хрустящее яблочко нам нравится так но через терку да действительно наверное не так грубо получится а по нижней вообще оладушки классная штука а где моя крышка еще крышку надо найти есть оладушки классная штука так еще буквально ребятки один комментарий прочитаю и пока что все потому что переживаю что сильно длинное видео получится а насчет того что дома сижу вот еще один смотрю комментарий как раз доброе утро у меня такая же ситуация один в один сижу дома постоянно у плиты и муж на охоте четыре дня в неделю сын взрослый ему не до меня а с подругами не повезло развлекает интернет как то так на самом деле наверное все мы хотела сказать женщины в возрасте все мы матери матери и жены знаете когда в молодости это одно есть подруги друзья да а потом вырастаем когда родился ребенок то есть вышли замуж родился ребенок меняются наверное какие-то интересы и времени нет и те же подруги тоже меняются у них точно так же времени нет заматывает быт какой-то какие-то обязанности и так далее поэтому наверное основной массы так наверное какие-то единицы ходят там но опять таки надо конечно ходить с подругами тоже можно кому прям вот нужно да и там развеяться в меру конечно развеяться все что понимаем вот но очень классно наверное тратить время все таки даже с какими-то там прогулками на семью вот точно да сходить в кинотеатр это наверное даже лучше и интереснее когда и муж доволен и ребенок доволен ну как-то так вообще надо конечно время проводить ну можно и с подругами ну просто что я к тому что не сохраняются вот те подруги которые были в молодости и к сожалению не очень редко выходит так что и потом уже в будущее замужем сохраняются эти отношения гульки какие-то и так далее ну как-то так ну что ребятки пока что вот буду я страничка у меня открыта потом еще когда буду курицу жарить я включусь потому что сильно длинное получится видео часовое тоже не по приколу наверное смотреть да яйца надо залить холодной водой чтобы они потом хорошо очистились так что все ребятки до следующего включения приготовила я ребятки очень вкусный салат с курицей с солеными огурчиками рецепт скоро будет на канале как только я смонтирую видео так сразу же будет рецептик ждите это очень вкусно попробую это обалденный салат очень вкусно я снова к вам вернулась короче успела сделать пюрешку успела сделать салат рецепт будет попозже как я уже сказала пока я тайну не раскрываю ну в смысле не тайну чтоб потом а то потом рецепт будет просто неинтересно смотреть буду запекать окорочка Лени звонила она по-прежнему еще дома так и не пришла домой она у одноклассницы в гостях ну пускай играет ребенок беру свой маленький протвенечек он такой не то что он старый он просто некачественный я покупала в магазине это дешевый какой-то этот самый я надеялась что он будет получше но вот это вот даже черное оно просто не отмывается я даже чистила чистящими порошками ничего не отмывается короче ну фиговый короче поэтому я его всегда но тем не менее я им пользуюсь застилаю просто либо пергаментом если это какой-то пирог либо вот если турица просто этой самой файбой просто застилаю и все нет проблем так ребятки продолжаю считать комментарии тут свежий комментарий поступил на него уже ответила но может не все читают просто комментарии такой интересный мне понравился значит пишет Ирик Ишкинин Ирик Ишкинин так и написано Юля, вы часто называете цену в рублях а не в гримнах это привет из СССР вы слова говорите с жесткой буквой Г как россиянка вы жили в России или родом из России извините за не скромный вопрос но я ответила отвечу и вам всем насчет называю да кстати я часто я на самом деле сама не замечаю что я говорю там там 3 рубля иногда гривны если 11 например гривен а если 2 рубля не 2 гривны ну есть у меня такое да это наверное скорее всего отголоски союза с СССР так сказать так вот у меня ну я сама этого не замечаю говорю рубли хотя ну я не знаю почему это честно даже не замечаю на самом деле да я живу на Украине здесь гривны а не рубли ну я думаю что всем все понятно хотя да наверное неправильно потому что если зашли люди которые живут в России я тут рубли называю для них они понятно что ты за цены наверное думаешь да ну не знаю буду исправляться потому что просто чисто из-за того что многим может быть непонятно эти цены да так девчонки беру рукав короче недавно у меня размотался весь рукав я его так вот сложила надо будет его обрезать сейчас у меня нету ножниц не хочу за ними идти сейчас обрежем ножичком нож в мурке у меня видите гораздо посуда скопилось после того как я делала салат и все эти делишки так и также вопрос продолжается комментарий вы слова говорите жесткой буквой Г как россиянка вы жили в России или родом из России ребятки сразу скажу что я родилась на Украине и всю жизнь прожила в Украине ну вот всю мою жизнь я в России была вообще один о боже как я плохо режу его так не пойдет надо ножницы я рука какая-то сейчас нашла какие-то у Лены ножницы сейчас попробую обрезать так ну тут я уже не испортила что нормально кое-как но режу короче родилась на Украине и прожила на Украине всю жизнь в России я была вообще всего один раз меня родители возили в России ездили мы буквально там на пару дней то есть я в России была один раз в жизни и то что я говорю букву Г наверное это я не знаю я честно даже не замечала то есть я должна типа на Украине живу говорить Г там Гривна не говорю а говорю я говорю я не знаю я так привыкла на самом деле у меня папа русский он родом из Сибири возможно ну да наверное папа так говорил и как-то в меня это впиталось буква Г хотя я тоже некоторые слова мне кажется такое говорю не знаю я на самом деле просто знаете как на себя внимание не обращаешь мама у меня родилась на Украине мама у меня украинка бабушка у меня украинка дедушка у меня молдаванин вот ну то есть больше получается украинская во мне кровь и ну не знаю я ну короче на вопрос я ответила что в России не жила и я украинка а что я говорю как говорю говорю как говорю как говорится говорю ну не знаю как то так так ребятки Лидия сирота очень приятные люди с удовольствием смотрю видео спасибо огромное очень на самом деле приятно что смотрите и приятно что пишите комментарии это очень классно так ложкой по сковороде наверное невкусно ну короче да проходите мимо ложкой по сковороде в основном пожелания пожелания а значит марина галонская собаки и кошки травку едят лечатся и даже если потом отрыгивают это чистят желудок да на самом деле я тоже это слышала что животные так делают и собаки и кошки так за тренировки вопрос я уже отвечала еще какой то вопрос поступил так насчет того что яйца надо мыть да я тоже не раз говорила что яйца обязательно моем так ребятки вообще очень много ну вернее не очень много но есть вопросы по поводу Львова я когда-то город Львов я когда-то сказала что учительница наша у Лены в классе говорила что возможно будет поездка во Львов и то это я не от самой учительницы слышала а мне сказали ну кто-то из родителей не помню кто-то сказал вот поэтому не знаю когда это будет это еще не собрание не было ничего не обговаривались не обговаривалось я так думаю что наверное ну в этом году он уже заканчивается мне кажется что будет вряд ли потому что идет холода хотя там тоже очень и зимой красиво но это дети это холодно автобус дальняя дорога поэтому мне кажется даже если такая поездка у нас будет то это будет наверное где-то по весне я так думаю вообще на самом деле очень хотела бы побывать во Львове очень красивый город вот но все упирается в деньги а если Лена с классом поедет во Львове то скорее всего поедут без родителей мне так кажется поедет наверное дети и возможно каких-то пару родителей ну чтобы следить за детками а так что прям все родители не знаю мне кажется вряд ли ну посмотрим буду надеяться на лучшее я бы с удовольствием съездила с Леной вообще во Львове побывала бы это очень здорово так что пока ну что нас там и в гости уже приглашают и столы накрывают вообще ну пока к сожалению мы не знаем так вот сами просто семьей мы пока не собираемся дай Бог будут лучшие времена ребят на все ж нужны деньги ну у всех так ну я понимаю что там на билеты то есть все а там это ж надо что-то с ним мы ж не поедем на один день правильно что же одного дня не хватит чтобы все пересмотреть везде побывать встретиться с подписчиками теми же вы понимаете нужно хотя бы не знаю там сколько дней чтобы все рассмотреть то есть нужны деньги на гостиницу на все так вот такой пакетичек маленький получился так духовку пускай немножко убавлю и буду ставить в духовку и все ребятки на сегодня наверное ответы на комментарии закончены потому что сильно просто длинное видео получится сильно большое во времени ставлю ой в духовку пускай запекается и все и ужин будет готов все всем спасибо за внимание ну что ребятки буду заканчивать сегодняшний влог немного не стандартно потому что ужинаю я совсем сам короче я готовила готовила и в итоге никто ничего не ест значит рассказываю Лену забрала она у одноклассницы засиделась до поздна в начале десятого по-моему я пошла как раз вывела Сонечку забрала Лену пришли домой говорит не хочу кушать я говорю давай хотя бы салатика хотя бы курочка давай уже без гречки нет мама она покушала у одноклассницы в гостях какие-то блинчики там или я не поняла что там она кушала короче что-то с чаем пила говорит наелась полный живот короче я говорю что я зря я полдня у плиты простояла у вас когда-нибудь такое было что вы готовили и никто не ест у меня такое вообще впервые это раз во вторых Сергея дома нет сегодня так получилось что друг его пригласил на день рождения приглашал вернее нас двоих но я не пошла так как была занята домашними делами и пригласил в кафешку а я если честно я не люблю сидеть в кафе у меня как-то срабатывает инстинкт 5 минут за столом и все мне надо бежать работать потому что я привыкла к кафе это работа я не могу я долго тратить на это время вот поэтому я не пошла он пошел один но говорит недолго но уже время 10 часов время ужина позвонила говорит а ужина без меня потому что ну он там тоже кушает естественно все пойду я короче себе сегодня готовила сейчас сяду наверну накладу себе салатика вот и я не знаю пойду за компьютер и буду чего-нибудь посмотреть вот так прям положу как обожрусь так что вот так ребятки прошел у меня сегодня день всем огромное спасибо за просмотры пишите комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал всем пока 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 и